Всем привет! Блендер 2.83. Давайте в этом ролике попробуем сделать анимацию MIMO. Как это будет происходить? Давайте разбираться. Итак, нам нужно, чтобы у MIMO именно сжимались пальцы. Выбираем косточки и заходим в Edit Mode. Выбираем косточку вот эту, Shift D, делаем дубликат, делаем R. Вот так ее перекручиваем и G вот сюда где-то подставляем. Вот таким вот образом. Вперед чуть. Делаем Shift D, щелчок, Mirror X Global и можно с помощью MOV поставить это дело где-то вот сюда. Где-то так, да. Теперь заходим в Post Mode и давайте попробуем поднастроить все это дело. Нам нужно, чтобы пальцы сгибались и разгибались вместе. Так, выбираем вот эту косточку. Давайте сначала верхнюю попробуем. И попробуем ей добавить Constraint, именно Copy Rotation. Выбираем арматуру и выбираем предпоследнюю кость. Так как мы две добавили, ну, можно переименовывать, конечно. Вот у меня 64-я. И что она делает? Вот если мы сейчас будем R крутить вот эту косточку, то палец сгибается. Давайте попробуем поднастроить вот эту тоже косточку. Делаем ей Copy Rotation, арматура и опять же 64-я кость. Смотрим теперь R. Палец один сгибается, второй нет. Давайте попробуем вот это поменьше поставить. Дефолтное по XYZ. А ну-ка. Так, Copy Rotation. Local Space. Local Space. А ну-ка, пробуем теперь так. Ну, в принципе, пальцы вроде сгибаются. Вот, сгибаются, идут. Всё нормально. Если мы на эту сейчас вернём в Word Space. Word Space. Смотрим, как всё это дело будет происходить. Палец уже не сгибается. А если поставим вот на эту косточку Local Space. Local Space. То происходит такая же шняга. Значит, делаем. Возвращаем на эту Word Space. Уменьшаем её взаимодействие. А на эту поставим... Так, если дефолтное, и поставим в Word Space. Допустим. Так. Local Space. Проверяем. R. Всё, пальцы сгибаются. Вот эти два нам пока и понадобятся. Выбираем теперь этот палец. Добавляем Copy Rotation. Опять же, арматура. И теперь нужно скопировать вот это вот название, чтобы постоянно его вот так вот не искать. 64-я. Нажимаем. Жмём Ctrl-C. Здесь теперь опять же ставим Copy Rotation. Арматура. Вставляем Ctrl-V. Enter. Нажимаем. Ну и поставим здесь Local Space. Local Space. И чуть-чуть взаимодействие уменьшим. Смотрим теперь, что происходит. Так. Вот это уже не есть good. Этот палец сгибается больше, чем вот этот. Значит, нужно этому поприбавить. Так. И вот этому тоже немножко. Вот. Чтобы они синхронно как-то уходили. Если мы теперь будем вот так её тоже крутить, вы видите, что они крутятся в разные стороны совместно. Так. И побольше, допустим, вот сгибать можно. Поднастроим потом. Ну а тут уже глухонемое кино. Вам уже понятно. Продолжение следует. И так все это поднастроено. Точно так же можно поднастроить именно позвоночник, если больше костей будет. Ну просто ставите с верхней точки и все настраивается, сгибается потом синхронно. Так. Ну все, персонаж готов. Единица на нампаде. Единственный минус в чем, если связывать вот эти косточки теперь с кистью, то кисть будет распадаться. Вся вестись не будет. Нужно теперь именно выбирать вот эту косточку и допустим через шифт вот эту. Ну больше костей стало конечно, но теперь проще, если анимация идет, проще все это дело быстро сгибать. Вот раз и все. Пальцы согнуты. Для пистолета, для биты. В принципе пойдет. Так. Единица на нампаде. Нам нужно сделать первую позу. Выбираем вот эту кисть. Вот эту. Таймлайн можно немножко вытянуть. И сделать как бы G и как бы R. И перевести тоже тут R перекрутить. Теперь G сюда и R поближе к груди и вот сюда ее как бы. Так. Вот. Вот сюда. А вот эту руку нам нужно сделать R. Локоть вот сюда вот вывести вперед. Ну где-то вот таким вот образом смотрим, куда ушла рука. Ох, мамма миа. Это далеко. Нам такое не надо. Мы выбираем опять вот эту косточку и через шифт вот эту. И G. Ну как бы вот так вот. Вот. Вот сюда ее подставляем. Можно как-то еще R. Ну немножко вот так вот перекрутить. Выбираем теперь вот эту косточку и через шифт вот эту. Теперь G. R. Еще немножко R. И немножко G. И немножко R. Так, что-то такое получается. Тут бы еще в костях не запутаться. Так, что еще можно сделать? Одну ногу G отводим назад. Таз выбираем. Вот сейчас будем выбирать таз. И получится, что нужно выбирать все вот эти косточки. И я надеюсь, что это они. Так, ладно. G. Немножко приседаем. Вот эту ногу G немножко сюда, а эту ногу G немножко сюда. И немножко таз, семерка на нампаде. Ну вот опять же придется выбирать все вот эти косточки. Чуть-чуть вот так. И семерка на нампаде. Черепок. Немножко перекрутим. Так. Многовато. Ну как-то. Так. Чуть-чуть еще надо. Вот так будет нормальность вот под таким углом делать. Ну и пишем A и LockRot. Это у нас получается первый кадр. Вот так прикольно будет гаврик стоять. Где-то в таком духе. Что нам теперь нужно? Нам нужно сделать, во-первых, десятый кадр. И нам понадобится первая рука. Так. А первая рука у нас... Вот эта, по-моему, и вот эта. Через Shift. Так. Нет. Это вторая. И Ctrl-Z. Не ту руку выбрал. Не ту кость. Вот в этом начинается путаница. Получается, если кость вот эта, то вот эта. И вот эту первую руку G сюда вот вперед вытаскиваем. Вот так вот G вверх подставляем. Чуть-чуть R перекручиваем. Так. Можно еще вот этот локоть назад чуть-чуть вернуть. Так. И вот эти пальцы. Вот почему они так, ну, подсогнулись пальцы. Потому что вот эта кость, я ее выкручивал. Вот так вот. Вот. А, G. И немножко R как-то их вот так вот. Косточка перекрутилась. И немножко... Так. Что тут получается вообще? Так. Вот эта кисть, если мы ее R выкрутим, все вот из-за этой косточки. Так. Так. Если это кость тут, вот эту косточку нужно вот сюда и R... О! Она чуть-чуть сбилась. Так. Так. Продолжение следует... 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 ну вот такой казус зато узнали так эту поправляем эту поправляем ну эти тоже наверное так эти кстати нормально вот этот многовато и немножко ну как то так через shift выбираем g а высшие ставим и немного вот это все косточки выбираем и тасс g вот как то так наверно а и локот так вот здесь вот голову и тасс нужно перекручивать так то эту сторону вот так так теперь 30 кадр выбираем вот эту косточку жмем и сгибаем пальцы и выбираем вот эту косточку и жмем вот сюда вот ее g а и а и и и и и И вот эту ногу тоже синхронно отставляем сюда А и локрот. Так, а вот здесь вот фишка в чем должна быть, что вот эти пальцы должны быть согнуты, вот на этом кадре. Так, повторяем R. И делаем А и локрот. Ну и смоем, что получится. Так, и вот здесь вот здесь пальцы тоже должны быть согнуты. Так, R. Перекручиваем. Так, и что тут у нас получается? Р косточки сюда и немножко их... Что-то тоже поднастраивать надо. Ну, в принципе, они-то согнутые, правильно? Так, почему косточка вот эта G ушла? Ну, как-то так, наверное. И вот эту косточку G и R. Мне вот не нравится, что вот это постоянно сбой идет. Что тут получается? Что их теперь вот так вот постоянно корректировать, что ли? Ну, принцип-то хороший. Так бы, конечно, каждый палец пока подсогнешь. Это будет Мама, не горюй. И пишем А и локрот. Давайте посмотрим, что получилось. Так. Вот здесь пальцы согнуты. Идти на сороковом, на сороковом, он должен отойти и вот эти пальцы должны раскрыться даже, наверное, на тридцать пятом. Получается, вот эти пальцы на тридцать пятом раскрываются. Конечно, кривовато чуть. Опять надо поднастраивать. И эту косточку выбираем. И вот так вот R, семерка на нампаде и получается еще раз R. Так, а вот эти пальцы должны свернуться. вот так вот. Через Shift G. А и локрот. Смотрим. Так, теперь сороковой кадр. Так, сороковой кадр. Теперь вот эту выбираем косточку, вот эту, G, вот так вот. Ногу вот эту теперь отводим G сюда. Таз тоже G. пишем A и локрот. И на 45-ом кадре вот эти пальцы должны разжаться. И как бы подать вперед. Так, почему-то эта кость сбивается. Я его маму. Так, ладно. Чуть-чуть можно их вот так сделать. Ну ладно, пойдет пока. А, и локрот с этим надо делом еще поработать будет. Так, и наверно подальше вот эту руку уберем вот так. G как бы вот сюда. И как бы таз G подать вперед. вот так. И теперь R вот так как бы. А, и локрот. Так, 50-ый теперь смотрим. Так, а на 50-ом теперь вот что делаем. выбираем. Выбираем вот так кисть. Сгибаем пальцы. Сгибаем пальцы. Через shift вот эту косточку выбираем. И G ее уводим вот сюда. теперь R шею выравниваем. И голова, вот эта голова должна за ней следить. за рукой вот этой. И вот так как бы R в ее сторону. И даже как бы наверное G ее пониже. Вот так вот. Прописываем. А и локрот. Теперь вся фишка в чем. Что. Так, на 55-ом кадре здесь пальцы разворачиваются. вот так вот. Так, попробуем еще эту косточку чуть-чуть покрутить. Inverse Kinematic. Да это не в ней дело походу. Может тут по этим нужно подкорректироваться. Чтоб они работали. Ну вот так их можно чуть-чуть повыравнивать. Все быстрее будет. Ну как-то так. Так, теперь вот эти косточки. чтобы более-менее нормальные были повыравнивать. Вот так вот. И здесь на этом кадре на 55-ом вот эти косточки должны согнуться. что-то так. Вот так вот как-то. И пишем. Так, он еще должен, наверное, в сторону как-то вот так уйти. Вот потом подкорректируем уже. Так. А и локрот. Локрот. Главное понятие. Опять же принцип. И получается тынь-тынь-тынь. локрот. Вот здесь вот. Оставляем. А вот эту руку. локрот. Теперь передвигаем дальше. Вот сюда вот так. g. И вот этот таз тоже g. и прописываем так. а и локрот. Ну и нормально он действует. Только еще много корректировок надо. Так. Теперь 60. Так. Здесь уже надо и черепушку подкорректировать назад. R. На руку смотрим. R. Вот так вот ее зажимаем. Здесь она не выпускается. Вот так вот. А эти пальцы остаются на месте. Так. И вот эту руку. Вот эту руку g. g. Назад вот сюда. А вот эти пальцы назад перекручиваем. Вот так вот. Раз. И вот так вот. R. Во. Она так и остается. Вот эта рука. Стоять. Делаем а и локрот. Вот так вот. И теперь на 60 кадре. На 60 кадре. На 60 вот эту руку. Вот эту. Давайте. единицы. Эдиницы нам по диджи. Уведем. Вот сюда. Сюда. Перекрутим немножко локоть вниз. вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Так. Теперь немножко наверное еще R подкорректируем. вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И череп. Пусть опять посмотрит на эту руку. Ну и таз немного g. Вот сюда отведем. А. И. Локрот. Смотрим что получилось. Вот правильно он руку вводит. Потом нужно кадры немножко тут попеределать. В смысле по расширять там еще как-то. Так. Кости отключим. Посмотрим вообще что получилось. Так. Вот. Типа он потерялся. И. Вот теперь нужно поставить руку. Так. Вот этот. Шею вот так чуть-чуть. Даже не шею наверное а таз. Отводим сюда. И. 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 Эту теперь голову. Эту теперь голову. Семерка на нампаде можно перекрутить к этой руке. А эту руку теперь выпустить. И через shift выбрать вот эту руку. И чуть-чуть ее вот так вот. Раз. Чтобы вздернулась. Ну и пальцы. Назад. А. И. Локрут. Вот. Так. Теперь давайте. С. Немножко. Семерка. Хотя бы. До 90 кадра. И. Прокрутим это все. Как это будет. Смотреться. Ну вот он стоит в положении. Нормально. Теперь выбираем. Давайте. Сотый кадр. Выбираем колено. Вот это. R. Так. Отводим его. Вот сюда. Вот так вот. Ступню можно тоже перекрутить. И. G. Чуть-чуть вот сюда. Теперь. Перекручиваем таз. Вот так. Руки остаются на месте. А этот как бы. Вот так вот. Уходит. И. Вот. Шею чуть-чуть. Вот так. И. Вот этот позвоночник. Немножко. Вот так вот. А этот таз тогда чуть-чуть назад. И. Голову. Вот так. Ровно чтоб была. Вот. А. Локрут. Смотрим опять. Что получается. Вот. А. И. Смотрим опять. Что получается. Теперь. 110. Кадр. Выбираем. Вот эту. Руку. Вот эту. И. Вот эту. Косточку. И. G. Двигаем ее. Вот сюда. Вот так вот. Кверху. Теперь. R. Шею. Перекручиваем. Кверху. Вот так вот. Чтобы он. Именно. Посмотрел. На. Руку. Так. Как-то. Ровно. Опять же. Голову. Делаем. Так. Как-то. А. Эту. Ногу. Как-бы. Джи. Она. Назад. Уходит. И. Как-бы. Таз. Джи. Садится. Вот. Так. А. И. Лок. Рот. Смотрим. Что. Да. Как. Нам нужен теперь сто двадцатый кадр. Р. Делаем. Р. Перекручиваем. Семерка. Паде. Голову. Вот. Так. Делаем. Р. Перекручиваем. И. Сгибаем. Пальцы. И. Руку. Немножко. Наверное. Как-бы. Перекрутить. И. Тело. Немножко. Подвинуть. К этой руке. Голову. Тоже. Немножко. Перекрутить. Вот. Что-то. В таком. Тухе. Позвоночник. Немножко. Назад. Так. А. Ч. и локрот. И теперь немножко G и вот эту косточку раскрываем пальцы. И немножко перекручиваем. А и локрот. Смотрим дальше. Так, теперь, наверное, 130 кадр. Так, выбираем вот эту косточку и вот эту. Делаем G и пальцы скручиваем вот так вот. R перекручиваем голову вот так вот посередине и вот этот таз как бы приподнимаем и ногу как бы перекручиваем. Вот так. И колено назад. А, и локрот. Так, теперь на 140 кадре вот эта рука даже нет, наверное, на 135. кисть расправляется. И немножко вот так вот это все дело. А, и локрот. Так, теперь вот эта кисть перекручивается вот так вот. и нога как бы вот сюда уходит. и пишем а, и локрот. и вот он нашел типа отверстие где рвать. Так, вот здесь вот ставим на 145. И вот эти кисти вот так вот. R разворачиваем. и R разворачиваем. так, теперь G подводим поближе друг к другу. Здесь еще локоть немножко расправляем. И голову сюда, и как бы вот так он смотрит ближе теперь. А, и локрот. локрот. Теперь подольше на 155 кадре он теперь это все дело разрывает. Сначала пальцы сжимает. и на следующем кадре 160 выбираем вот эти косточки и как бы R и как бы G растягиваем в разные стороны. Так, это значит R G и локоть надо тоже кверху поднять. позвоночник R выровнять. И вот эти руки еще раз пошире. Вот так вот. И вот эту руку тоже G пошире. И немножко R его выровнять. И наверное как бы приподнять. А и локоть. И вот в этом моменте давайте добавим именно тяжести. Вот он быстро все открывает. А мы вот эту 160 кадр G давайте на 180 оттащим. И вот он чуть-чуть так дольше растягивает. еще даже G на 190 и добавим промежуточную здесь кадр типа как ему тяжело немножко как бы возврат сделаем G немножко назад и вот здесь тоже немножко G назад а и локоть тут вот здесь кадр сделаем поближе А и локрот так и хорошо вот эти кадры тоже G немножко растянуть вот так вот и посмотрим что получилось вот здесь вот немножко на тяжести как бы добавить так а и и и и и и и лук рот и один кадр дэвид кейфрейм а назад как бы тело подается как будто он напрягся и вот эти кадры еще наверно g подальше чтобы этого все замедлить вот вот теперь вроде нормально это g на 20 это на 10 этот на 30 этот на 40 перетащим и чуть-чуть подровняем так а вот здесь слишком быстро будет значит тут это еще выделяем g 60 g 70 восьмидесятый все тут уже попадает смотрим ну вот нормально так поставим давайте 300 enter и попробуем сделать еще кадр так теперь таз подаем g назад руки не трогаем вот так вот и вот эту ногу вот эту ногу как бы r g подставляем ее вот сюда отводим отводим и таз немножко разворачиваем и вперед подаем так так а эту ногу g вот так задираем а это вот так вот а и лок рот смотрим смотрим что да как так вот это g так ctrl z последний кадр чуть чуть g отводим на 260 чтобы здесь появился промежуточный и немножко сделаем вот так эту ногу g пока вот так вот поставим и немножко перекрутим и вот этот кисть вот так вот стопу стопу и как будто на эту ногу сделаем завал так вот а и лок рот вот только здесь еще пропишем голову чтобы он смотрел куда лезет вот вот открыл ногу задрал и теперь должен перелезть через то что типа поразорвал и как это делаем а делаем это вот таким образом ногу g опускаем и вот это все тело чуть-чуть перекручиваем вот так вот так r чуть-чуть его вперед и g и и и и ногу так вот вот так вот а и и и лок рот и 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 становится переступает и нужно закончить вот это все дело вот эту руку выбираем с костяшками и g ведем ее вот сюда и и уже как бы перекручиваем теперь эту костяшку r и g вот так он наступает так а это кисть идет g вниз и немножко пальцы распускаем так расслабленно делаем о так теперь это колено g вот сюда возвращаем и таз как бы еще перекручиваем и голову тоже так а это рука g как бы остается вот тут так так а таз наверно g и r еще перекручиваем и r возвращаем вот сюда и вот как бы плечом он уже сюда заходит а и лок рот вот так что-то так ну а тут уже попроще будет выбираем косточки вот эту косточку и g вот так вот ставим а эту ногу g вот сюда подставляем и косточку вводим типа вот выравниваем таз и как бы так это не надо как бы вот эту r и как бы там назад и g вот так вот и вот эту руку типа уже на расслабухи вот так и опускаем опять пальцы эти перекрутились подстали они меня уже перекручиваться так локоть теперь вернем назад так и пальцы пальцы подравняем как можно так вот кисть перекрутилась оказывается вот я не говорю так вот 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 Почему-то косточка сбивается, я его люсю. Может тут это перекручивается, а ну-ка. Да нет. Вот как-то так мне должно быть. Так, ну ладно, мать-техьё эти кости, будем считать, что они у него погнулись. Так, теперь нужно вот этого персонажа выбрать, вот эти все косточки и G вывести вот сюда и G вот эту ногу поставить рядом. Так, теперь вот эти косточки G руку сюда выводим. Вот так и попробуем её перекрутить. Ну что-то в таком духе. Вот эту теперь отводим G подальше и чтобы он ногу не тянул, вот здесь мы её просто приподнимем G. Вот как-то так. И таз вот этот перекрутим. Выберем вот эти косточки G и руку вот сюда вот вернём. А эту косточку вот так. Ещё немножко её можно R. Ну и голову назад R. И немножко R вот этот позвонок и ногу тоже перекрутить. Как бы вот так вот G. Эту руку тогда сюда вот так. А эту руку как бы вот так и как бы вперёд вот так поставим. А, и лоу крот. Так, даже наверное вот эту ногу ещё повыше. А, и лоу крот. И ногу ставим подальше и вот это всё дело перекручиваем. Семёрка на нампаде. Всего перса на эту ногу перекручиваем вот так вот. Так. Так. теперь R, G и голову R вот сюда. Ну и кисти как-то закончены. сделаем. Это значит G. Так. Локоть R. Смотрим, что тут с этой рукой. G, G, R и пальцы разогнуть. Ну и что тут с телом. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...